Вот здесь у нас есть несколько наград от признанного агрегатора прогнозов по валютным курсам компании Thomson Reiter. И мы получили награду за лучший прогноз курса рубля в 2016, 2017 и 2018 годах. А где эти? Покажите. Вот наши награды и вот еще одна сзади спряталась в 2018 год. Татьяна, день добрый. Здравствуйте, Андрей. Вопрос по поводу ключевой ставки. Как Вы считаете? Я знаю, что Вы считаете, что она будет неизменной, пока на неизменном уровне. А вообще какие прогнозы? У нас сейчас довольно такое нестабильное время вновь. И еще, наверное, неделю назад я была практически уверена в том, что уже в четвертом квартале ставку снизят. Сейчас горизонт, возможно, может быть, даже будет чуть-чуть отодвинут дальше. Сейчас все очень сильно зависит от того, как будут вести себя развивающиеся рынки. Поскольку при принятии решения о ставке ЦБ полностью анализирует весь комплекс как внешних, так и внутренних факторов. Так вот, внутренние факторы у нас пока складываются позитивно. Инфляция идет по траектории ниже той, которую предполагал ЦБ. Инфляционные ожидания начали снижаться. Рубль более крепкий, чем мы были на старте года. Соответственно, все эти факторы в пользу более быстрого снижения ставки, может быть, и в третьем квартале. Но вот последние несколько дней проходят под знаком распродаж на emerging markets. И если эта тенденция усугубится, естественно, ЦБ будет не очень склонен к тому, чтобы снижать ставку быстрее. Почему даже, несмотря на то, что внутренние факторы развиваются так хорошо, мы не видим намерений со стороны ЦБ быстро снизить ставку? Есть несколько здесь объяснений. Во-первых, у нас был в начале года шок повышения НДС. И действительно, первые эффекты очень небольшие. Но ЦБ признает, что полностью эти эффекты можно оценить к концу лишь второго квартала. Поэтому пока эти эффекты полностью не оценены, причин для снижения ставки, можно сказать, нет. И, кроме того, ЦБ всегда волновали вторичные эффекты от данного шока. Это инфляционные ожидания. Поэтому сейчас очень важно посмотреть, как действительно вся группа показателей адаптировалась к этой ситуации. И лишь тогда снижать ставку. У нас очень осторожный центральный банк, который снижает ставку тогда, когда это можно сделать наверняка. А есть какой-то пороговый уровень инфляции, например, на конец года 4-3, по которым можно будет судить в конце года? Будет он ставку двигать или не будет? Если, допустим, выше, то... Ну, во-первых, мы сейчас говорили о перспективах 2019 года. И здесь вот я лично ориентируюсь пока на одно снижение ставки в четвертом квартале. Но если говорить о дальнейшем развитии событий, то, как ЦБ сам признал, следующий год возможно еще несколько снижений ставки до диапазона 6-7%. То есть это говорит о том, что дальше пока у нас цикл в пользу снижения ставки. И помешать этому развитию событий может лишь волатильность на глобальных площадках и вот усугубление оттока капитала с развивающихся рынков. Если говорить про пороговое значение, то ЦБ в большей степени ориентируется не на текущую инфляцию, а на свой прогноз по инфляции, как она будет дальше развиваться. И в этой связи вот если события будут развиваться хорошо, если у нас будет умеренная динамика спроса, если будет хороший урожай, если будет сохраняться комфортная стабильная ситуация по курсу, и мы год будем заканчивать там ниже отметки в 5%, я думаю по инфляции, я думаю, что это хороший залог для того, чтобы следующий год мы увидели несколько снижений ставки. Татьяна, некоторое время назад заговорили о возможности ограничения экспорта зерна из России. Является ли это дополнительным инструментом для сдерживания роста цен на продовольствие? В целом можно действительно так сказать, наверное, поскольку у нас цены на зерно, они влияют на целый блок товаров, в том числе и на мясную продукцию с вторичными эффектами, так как используется для откорма. И поэтому вот в этом году мы видим очень сильный рост именно в продовольственных товарах, в ценах на данные товары, и это тянет вслед за собой инфляцию в целом, поскольку у нас продовольствие, существенную долю в корзине занимает порядка 36%. Поэтому действительно это такой, наверное, важный фактор, который позволяет регулировать инфляцию в целом. Поговорим о прогнозе по доллару, потому что вам карты в руки, вы же победители. Я стучу по деревяшке, чтобы не злазить, конечно, чтобы вы тоже заняли достойное место. Вот где ждать доллар и евро в конце года? Мы недавно заметно улучшили свой прогноз по курсу и ожидаем отметок 63,5 по доллару на горизонте трех месяцев. И не исключаем 62,5 на конец года в паре с долларом. В паре с евро там динамика в районе 74 рублей за евро. И наше обоснование такого прогноза это то, что мы думаем, что, возможно, 2019 год будет развиваться по сценарию 2017 года, когда рубль был привлекательным на фоне ожиданий снижения ключевой ставки. Мы сейчас с вами подробно говорили о том, почему ставка может снижаться. И это создает определенный приток в российские ОФЗ, поскольку их стоимость растет в периоды снижения ставки. И в числе прочих инвесторов в ОФЗ присутствуют и нерезиденты, которые, собственно, предъявляя спрос на эти бумаги, укрепляют рубль. Мы думаем, что ситуация 2017 года вполне имеет шансы повториться в 2019 году. И поэтому мы видим вот такой потенциал укрепления российской валюты. Но здесь, наверное, важно оговориться, что данный позитивный сценарий, он возможен и реализуется лишь в том случае, если вот та волна внешнего негатива, связанная с последними несколькими днями выхода из развивающихся рынков, если она не получит большего развития, поскольку действительно для рубля, помимо санкций, крайне важно, что происходит в целом с блоком Emerging Markets. И в периоды относительного геополитического затишья рубль в первую очередь следует за прочими валютами развивающихся рынков. Поэтому здесь я бы так сказала, что есть довольно заметные риски для реализации данного прогноза. Конечно, если мы увидим распродажу на развивающихся рынках, рубль закончит год на более слабых отметках, чем мы видим сейчас. И, кроме того, что касается санкций, то, естественно, данный риск не снимается. Но, по крайней мере, в последние 6 месяцев мы стали свидетелем того, что рынки и инвесторы имеют довольно короткую память. И вот этого срока в 6 месяцев оказалось вполне достаточно для того, чтобы инвесторы перестали верить в эту историю с более жесткими санкциями и постепенно опять вернулись на российский рынок, в российские активы. Поскольку буквально 6 месяцев прошло с последней жесткой волны угроз по санкциям, они ни к чему не привели, не материализовались. И прогресса по данному направлению очень мало, поэтому вполне возможно, что все устали ждать, когда же реализуется этот риск. А при этом возможность получить доход здесь, она присутствует. Поэтому часть инвесторов решили в этой ситуации вернуться. И сейчас котировки российских ОФЗ, вот почему мы, опять же, надеемся на такое возможное укрепление. Эти котировки, они не в полной мере пока учитывают тот самый цикл снижения ставки, который мы, в свою очередь, ожидаем. То есть и пятилетние бумаги имеют доходность еще заметно выше текущего уровня ставки. А вот вероятность реализации шокового сценария по запрету покупки российских долговых инструментов, это, по вашему мнению, это вероятность 5% или 10%? Это сложный вопрос. Здесь я думаю, что мы вот последние месяцы видели, как эта тема постепенно угасла, и скорее санкции развивались по сценарию каких-то точечных ограничений на конкретных физических, юридических лиц, зачастую весьма некрупных. Но в то же время, когда проходили слушания по данному вопросу по санкциям в отношении России, традиционно этот инструмент санкций на суверенный долг, он расценивался как один из наиболее эффективных. Поэтому я думаю, что вот в ситуации, как сейчас, если больше ничего не происходит, то вероятность весьма низкая. Ну, я бы сказала, меньше 30%. Но если происходит какая-либо новая волна геополитического давления, а именно, если возникает какой-то повод, аналогичный, например, событиям в Керченском проливе, ну, что-то подобное, что вновь позволяет представить Россию в не самом выгодном свете и дает новый повод для запуска новой волны санкций, то эта вероятность, наверное, возрастает. И даже если объективно, может быть, она останется прежней, но субъективное восприятие инвесторов она повысится, то это будет влиять на российский рубль напрямую и на российские ОФЗ также. Что касается европейской валюты, то здесь, ну, вот сейчас конкретно что мы наблюдаем, это повышенный спрос на защитные активы, что приводит к укреплению доллара в паре с евро, и вообще европейская экономика замедляется весьма заметно, что оказывает давление на европейскую валюту. Мы ожидаем, что в текущем году евро сможет немного восстановить свои позиции на глобальных площадках, просто потому, что в прошлом году был очень большой разрыв между тем, как себя чувствовала американская экономика и европейская экономика. Американцы существенно лучше демонстрировали всевозможные макроэкономические показатели, а Европа отставала. Сейчас, когда наступает момент, когда в Штатах начинают уже на экономику влиять повышенные ставки, постепенно изымается налоговое стимулирование, которое было в начале срока Трампа, а американская экономика будет замедляться. И вот этот разрыв в темпах роста, он традиционно позволяет той валюте, которая раньше проигрывала, начать немного восстанавливать свои позиции. Поэтому мы думаем, что евро может восстановиться на глобальных площадках до отметок 1,16-1,19 в текущем году. Помешать этому опять же может вот этот самый сценарий с еще большими опасениями замедления мировой экономики, прежде всего американской экономики. В таких ситуациях часто мы наблюдаем бегство в качество, в более стабильные активы, как казначейские облигации США, то, что мы наблюдаем последние несколько дней. И тогда, естественно, скорее все равно американская валюта будет чувствовать себя лучше европейской. Вы уже начали говорить про ситуацию на рынке ОФЗ, я вас перебил. Подробнее, да? Да. Рынок ОФЗ достаточно долго находился в таком боковом тренде, поскольку была большая неопределенность по санкциям и были как раз ограниченные аппетиты к российскому риску. Это не позволяло доходностям заметно сдвинуться. Плюс к этому, мне кажется, что все ждали, как же отреагируют цены на повышение НДС, поскольку это очень сильно влияло на дальнейшую траекторию ставок от Центрального банка. И вот заметные движения в ОФЗ на снижение доходности стали появляться в начале февраля, когда мы увидели первую цифру по инфляции за январь. И стало возможным оценить вот этот самый эффект повышения НДС. И движение началось в позитивную сторону, доходности стали снижаться на ожиданиях более мягкой политики от Центрального банка. Опять же, здесь все упирается в глобальный контекст. Если те самые распродажи, которые происходят в последние несколько дней, не усугубятся, я думаю, что ОФЗ имеет неплохой шанс дальше снижаться по доходностям. И этому будут способствовать по-прежнему поступающие данные по инфляции и риторика Центрального банка в сторону ослабления степени жесткости своей политики. Но здесь опять же все очень сильно зависит от настроя глобальных игроков, так как мы видим, что в целом Центральные банки в развивающихся странах пока не спешат снижать свои ставки после прошлогодней волны распродаж, поскольку всех очень беспокоит глобальная конъюнктура, глобальный контекст и вот те самые риски замедления мировой экономики на пике текущего цикла роста, который уже, пожалуй, самый длинный в истории. Следующий вопрос, он такой банальный, но, с другой стороны, СМИ просто запросами тоже мучают аналитиков. Вот по поводу переворота кривой доходности США. Буквально все очень беспокоены, говорят, что там слабим 6 месяцев до 18 месяцев начнется в США рецессия, это плохо обратиться на развивающихся рынков. Как Вы считаете, так ли это? И если так, то есть ли какие-то у нас убежища, куда можно парковать деньги? Ну вот ровно эти риски и эти страхи мы сейчас наблюдаем на площадках. И действительно, тут сложно не испугаться, наверное, потому что кривая доходности предсказывала последние рецессии очень успешно. Я думаю, что есть одно важное отличие текущего периода от прошлых. Сейчас очень большой объем американских казначейских облигаций находится на балансе ФРС. Это искусственно занижает доходности более долгосрочных бумаг, поэтому в какой-то степени искусственно происходит более быстрый вот этот вот инверсионный процесс в кривой доходности, то есть короткие доходности становятся выше длинных. Поэтому может быть в данном случае срок от инверсии кривой до наступления рецессии может быть дольше, чем в предыдущих циклах, но здесь еще в какой-то степени происходит самосбывающееся пророчество. Рынки, увидев инверсию, начинают беспокоиться, начинаются распродажи. Также снижение цен активов провоцирует опять же снижение спроса в конце концов, поскольку влияет на благосостояние в той же американской экономике. И вот уже мы видим то самое замедление, если не рецессию. Я думаю, что в настоящий момент конкретно для рецессии пока поводов нет. Есть заметный повод именно для замедления темпов роста экономики, поскольку и более высокая ставка от ФРС начнет уже замедлять темпы роста, и, как я уже говорила, налоговые стимулы будут изыматься из американской экономики в ближайшее время. Это все приведет к замедлению, и здесь наш прогноз, что американская экономика замедлится примерно до 1-1,5% по темпам роста. Сейчас это рост больше 2%. Поэтому, да, действительно такой риск есть. Ну и не обязательно совсем увидеть именно рецессию для того, чтобы увидеть распродажи на глобальных площадках. Как правило, фондовые рынки падают до того, как начинается рецессия. И для этого также есть достаточно много оснований, поскольку, во-первых, мы видим замедление экономики. Это сказывается на выручке компании негативным образом. А во-вторых, мы видим, что заработные платы в США растут, растет стоимость обслуживания кредитов. Это приводит к росту расходов. Соответственно, прибыль снижается, и это приводит к необходимости переоценивать стоимости компании. Поэтому это вполне себе достаточное основание для того, чтобы фондовый рынок вновь пережил определенное снижение. Повторюсь, по рецессии пока я явных триггеров для полномасштабной рецессии по сценарию 2008 года не вижу. Ну хорошо, вы не видите. А вот когда наступит такой момент, куда же парковать? У вас есть такой аналитик, который предлагает покупать тушенку, спички и прочее. Но я не предлагаю вам такие давать прогнозы. Более серьезный вопрос. Куда же вкладывать деньги, если действительно в Китае наступит сильное ухудшение экономическое? Ну, наверное, во-первых, как говорят, что мы, к сожалению, не даем инвестиционных рекомендаций. Но второе, наверное, более общее соображение, что в таких ситуациях, как правило, инвесторы смотрят на фундаментальные показатели экономик. И если говорить о развивающихся рынках, то здесь, наверное, важно выделить для себя те страны, у которых наименьшие дисбалансы макроэкономические присутствуют. Это и дисбалансы в торговле, в сбалансированности госфинансов, в уровне госдолга и внешнего долга. Вот страны, у которых наименьшая закредитованность и наименьшие подобные дисбалансы, они, в принципе, могут считаться такими safe havens в такой ситуации. Хорошо. Что будет с реальными доходами домохозяйств, россиян в ближайшие годы? Вокруг этого показателя довольно много такого ажиотажного интереса. В последние несколько месяцев выходит официальная статистика про то, что эти доходы падают уже пять лет подряд. И здесь я, наверное, присоединюсь к большинству в аналитическом сообществе, которое вместе с Росстатом говорит о том, что показатель этот недостаточно качественно считается, и поэтому невозможно его интерпретировать и верить ему. Я в этой связи, наверное, говорила бы скорее о том, что будет с реальными зарплатами. И кроме того, если завершать с доходами, то Росстат недавно обещал изменить методику, пересчитать вот эти все показатели за прошлые годы. Я бы здесь не говорила о том, что это какое-то политическое решение изменить как раз негативную динамику за счет методологии. Действительно, методология плохая, ее нужно менять. И поэтому мы скоро увидим новые цифры, поэтому старые плохие цифры я вот не буду комментировать, а смещусь, наверное, на динамику заработных плат, которые считаются у нас более качественными. И здесь мы видим, что мы вернулись на докризисный уровень в прошлом году. Что будет дальше? Я думаю, что с учетом завершения предвыборного цикла рассчитывать на сильный рост мы уже, к сожалению, не можем. И, скорее всего, это будут темпы роста в реальном выражении на уровне 2-3% в год. То есть уже с учетом инфляции. То есть доходы, в частности заработные платы, по нашим оценкам, будут расти быстрее, чем инфляция. Ну и здесь, опять же, очень важно, что с самой инфляцией будет происходить. Если она будет ускоряться, реальные доходы, реальные заработные платы, конечно, не смогут демонстрировать позитивный рост. Но здесь я думаю, что центральный банк со своей стороны сделает все необходимое для того, чтобы инфляция вернулась к цели в 4%. Поэтому вот те самые 2-3% по реальным заработным платам я в свои прогнозы закладываю. Это очень острая тема насчет методологии и достоверности данных. По этой теме даже Кирилл Тремасов, который работал у нас в компании в свое давнее время, когда он насчет Банка Москвы сцепился с Орешкиным. Но мы не будем даже это комментировать. Просто я хочу сказать, что у нас на этаже, где я сижу, находится руководство рязанской чрезвездочной фабрики, очень крупной в России, с брендом «Три слона». И поэтому они как раз прислали меня к вам, чтобы вы спросили. У них сейчас идет стагнация продаж уже 2 года чая. Поэтому очень интересно ваше мнение было по поводу доллара. Потому что они вынуждены покупать чай в Китае, в Шри-Ланке. И они постоянно спрашивают, где будет доллар, потому что у них все в долларах рассчитывается. Поэтому большое спасибо вам от моего лица, от лица зрителей моего канала и от лица руководства Рязанской чрезвездочной фабрики. Большое спасибо. 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 Спасибо.